Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее, на электропоезда Так, скорость у нас немножко упала Включили тягу 66-й пикет, 66-й? Да, да, 66-й Сегодня всю ночь шел снег Несмотря на то, что уже Самый-самый конец апреля Сейчас снег этот тает На улице довольно тепло, поэтому такой вот туман Всю дорогу едем Вот клуб нам дает максимально допустимую скорость 100 Целевая скорость Вот 100 загорелась точка И снижает максимально допустимую Контролируемую скорость Снижает до 100 Всегда он нам дает запас в 3 км в час Для чего это сделано? Не для того, чтобы мы превышали Мы не имеем права превысить и 1 км теперь По новым правилам Это сделано для того, чтобы Просто он нам не мешал Скажем так, потому что за 3 км в час До максимально допустимой скорости Он начинает пищать, издавать неприятные звуки Вот эти 3 км Вот они как раз 100 Максимальная 103 Чтобы он нам просто не пищал тут Примерно так Рассказывать какие-то глубокие технические подробности Список команд Какие команды для чего вводятся Я не вижу смысла Это уже такие технические вещи Оходной зеленый Просят подписчики, но я не буду это делать Сейчас мы будем останавливаться У нас тут остановка на перегоне как у рабочего поезда Сегодня мы следуем именно как поезд рабочий Ставлюсь я на ЭПТ 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 Дверь закрыта Индикация есть Ставлюсь я на ЭПТ Ставлюсь я на ЭПТ Ставлюсь я на ЭПТ Доверей имеем Долгание в порядке Проходной зеленый Белозеленый Сквозь 100 Ставлюсь я на ЭПТ Ставлюсь я на ЭПТ Ставлюсь я на ЭПТ Поездах Электропневматические тормоза Инженеры которые придумали Конечно в свое время Еще в Советском Союзе Действительно гениальную идею Гениальные просто все придумали То есть мы управляем нашими Пневматическими тормозами С помощью электрических сигналов На каждом кране Локомотива и поезда оборудованной ЭПТ Есть вот такой контроллер Я его специально открутил Чтобы показать что внутри Здесь у нас есть два переключателя Переключатель торможения И переключатель перекрыши Машинист управляя краном Поворачивая ручку Всего лишь вот этот эксцентрик сдвигает И замыкает контакт перекрыши И замыкает контакт Торможения В момент когда я замыкаю контакт перекрыши Перекрывается выход воздуха Из тормозных цилиндров То есть сколько давления в тормозных цилиндрах В этот момент есть Столько там и остается Подготовка скажем так торможения Дальше замыкаем контакт Этот остается замкнутый Замыкаем контакт Торможение Идет наполнение тормозных цилиндров Поэтому Контакт торможения замыкается Каковременно в принципе Наполнение идет Наполнение идет довольно быстро В принципе сейчас в деревянке будем останавливаться Я покажу как это происходит В сигнале знак С Проходной зелё Соответственно Кратковременно Замкнули контакт ЭПТ Наполнили тормозный цилиндр Контакт разомкнули Контакт перекрыши Замкнут Воздух из тормозных цилиндров не выходит Поезд следует в режиме торможения Сколько мы туда накачали Сколько там и будет Чем дольше держим Включен контакт торможения Тем больше Воздуха поступает Тормозный цилиндр Все гениально и просто Соответственно Чтобы тормоза отпустить Этот контакт Размыкаем Контакт перекрыши Постановка ручки крана Уже сюда В поездное положение Или в первое И идет выпуск воздуха Если мы краны во втором В первом так и отставим То воздух выйдет полностью Если мы хотим Отпускать ступенями Потихоньку То есть перед остановкой Как это обычно делается В пассажирском поезде Для более плавной остановки То мы Так скажем Краном Двигаем кран И кратковременно Отключаем этот контакт То есть Ступенями воздух из тормозных цилиндров Выходит Сколько нам нужно Можем сколько оставить До полной остановки Для того чтобы остановиться Естественно надо Чтобы воздух в тормозных цилиндрах был Ну Стоит сказать о том Что на электропоездах И на поездах пассажирских ЭПТ Разные Принципиально разные Здесь Все переключения Вот эти Все сигналы идут По проводам электропоезда Пятипроводные ЭПТ Так называемые В пассажирском поезде Так не сделать Потому что локомотив Связан С составом Только лишь Рукавом И на рукаве Два контакта Это непосредственно Сам Сама головка Рукава Она идет Электрический контакт Тоже соединяется между собой С вагоном И шарик Который внутри головки Поэтому называется Двухпроводная ЭПТ В пассажирском Движении Там два провода И третьим проводом Является Рельс То есть у нас В пассажирском Движении Когда мы тормозим ЭПТ Постоянно по рельсам Идет ток Предвходной зеленый Предвходной зеленый Кран во втором 4.6 Главных 7.5 Кран во втором 4.6 7.5 Сейчас мы спускаемся С руководящего подъема На станцию Деревянка То есть со стороны Петрозаводска На Свирь Как раз вот по этому подъему Рассчитывается вес грузовых поездов Распускаемся Есть довольно крутой спуск Но на электричке Я еще раз повторю Что не так сильно это все чувствуется Электричка легкий поезд 215 тонн весит наши 4 вагона Примерно Так вот В пассажирском движении Я говорю Что обратным проводом При следовании на ЭПТ Является рельс Честно говоря Всегда меня это поражало Не понимаю Как это происходит То есть Ток идет В одну сторону По рукавам Доходит до электровоздухораспределителей На каждом вагоне Там отрабатывает И уходит через колесные пары в рельсы Возвращается с рельса И из колесных пар Локомотива Обратно На блок питания Как это происходит Честно говоря Для меня вообще Загадка Я не могу понять Есть стрелочные переводы Там что-то еще И ничего Все это работает Причем работает уже десятилетиями Так справа Без замечаний Так поездок Одной вижу зеленый Да Одной вижу зеленый По станции 70 Предупреждений нет Да Причем через нас Эстанцию Даже Несмотря на то Что мы видим На легком электропоезде Сейчас у нас разогнало До 68 км в час Вот Максимальная 70 будет Собираем режим динамического тормоза Собрали Следуем режиме динамики Скорая 69 Максимальная 70 Подъезжаем к станции деревянка Подъезжаем к станции деревянка Сигнальный знак С Остановимся Как я и обещал На ПТ Сейчас я динамику разберу И буду тормозить ПТ Станция деревянка Станция деревянка Станция деревянка Вот Я разбираю динамику Уже Уставлено 0 Замыкаем Мы контакт Перекрыши Вперед Путковременно Замыкаем контакт Торможение Вот Выполняет Томанды цилиндров Поезд дойдет Видно по манометру По клубу видно 1.8 Ну Чтобы отпустить Я кран ставлю В поездное положение Отпускаем Тормоза у электропоезда Очень хорошие Видите Вот скорость упала До 25 км в час Находной зеленый Со второго Находной мачтем Зеленый Со второго пути Легкого остановка Угу И снова Показываю Как это все работает Видно я надеюсь Там Вот теперь приотпускаем Давление 0.5 Остановились И открыли Вот примерно так это все и работает В общем подписывайтесь на канал Со свири До деревянки Мы уже доехали Дальше продолжим Всем Всего Самого Добра